Для благовестия. Священное действие благовестие называется. А почему у вас так плохо выглядит сзади? Что видно? Что у вас так? Ну, плохое здание у вас. Здание очень необычное. Я могу даже сказать, может быть, единственное на Российскую Федерацию. А вы откуда? А из кухни зашел сюда. А город какой? Я нахожусь в городе Барнауле, Алтайский край. Лапкин Игнатий Тихонович. Мне 81-й год. Довольно данных? А мы не спрашивали, сколько вам лет. Дайте. По Христу говорю. Так, вы на мордник этот сбросьте, и мы поговорим. Я вам отвечу на ваши вопросы. У меня большое богатство. Я православный христианин, проповедник. Лапкин Игнатий Тихонович из города Барнаула, Алтайский край. Мне 81-й год. И мы пришли сюда, чтобы людям сказать о Божьей любви, которая начертана в этой книге. Потому что человек рождается для вечности. За него умер Христос, кровь пролил. И веруя в Него, мы имеем жизнь вечную. Что бы ты ни сделал, не отчаивайся. Скажи, Господи, прости меня. Я верю, что ты за меня кровь пролил. Омой меня. Очисти. И пойди в храм к священнику, православную церковь. Исповедуйся. Если у Господи... Можете ответить на вопрос? Да. А когда умрешь, куда попадаешь? А вот зависимость от того, как ты жил. Написано так. Нет. Я сейчас отвечу. Есть рай и ад. Рад и рай ад. Так вот, Евангелие от Марка, 16 глава, говорит. Кто будет веровать и креститься, спасен будет. А кто не будет веровать, осужден будет. А Евангелие от Яна, 3 глава, 36 стихи, говорит. Верующий в Сына Божия Иисуса Христа имеет жизнь вечную. А неверующий не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Вот об этом говорится в 25 главе Евангелия от Матфея. И пойдут праведники в жизнь вечную, а грешники в муку вечную с сатаной. В озеро Огненное, где плащ искрежет зубов. И конца мучениям не будет никогда. Вот что страшно. А сатана это кто? Сатана это падший ангел. Он был там. Только запомню, сейчас который ролик появился в интернете. Называется «Интервью с дьяволом». «Интервью с дьяволом». Он 12 минут. Как дьявол отвечает на вопросы журналиста. В лесу они находятся. Запомни, в лесу. Там другие ролики есть похожие. И он отвечает на все вопросы. Что он был главным там на небе. И провел свою кампанию. То есть хотел власть захватить. Но я, говорит, все правила нарушил. И меня сбросили оттуда. Он говорит, откуда он. И когда спрашивает, кто ваш враг. У него стигара была. Это тот, которого я распял 2000 лет назад. То есть Христос. А журналист говорит, а что дальше будет? Он вернется. И он убьет меня. Он знает. А говорит, а что вы не любите? Он подумал, что я не люблю. Я не люблю, когда люди примиряются. Когда живут по Евангелию. Когда молятся. Когда читают Библию. Терпеть не могу. А спрашивает, а какая самая большая победа? Он весь сморщился. Самая большая победа. Если я сумею людей убедить, что меня нет. Чтобы они не знали, что-то он оставляет на такое. Посмотрите, я интервью с дьяволом. А если хотите больше знать. Два слова запомните. Игнатий Лапкин. Это я. Запиши их сейчас. Потом я скажу, где наши ресурсы. Игнатий Лапкин. А вы можете написать в комментариях? Я не могу. Потому что у меня клавиатура закрыта. Закрыта у меня она. Я не могу сейчас никак. Ну, просто легко запомните. Игнатий Лапкин. Где-то запишите. Если ты можешь набирать. Забери Игнатий Лапкин. А потом набери. Канал «Восвете Библии». Зайдешь на наш YouTube. Канал «Восвете Библии». «Восвете». Свет «Восвете». Ну, свет светит от Библии. «Восвете Библии». Вот здесь Игнатий Лапкин. Лапкин. Кэ. Не Тэ, а Кэ. Лапкин. Лапка маленькая. Я понял, понял. Лапкин. Вот. И «Восвете Библии». Это откроется сразу канал наш. Канал очень большой. 17 300 роликов. И подписчиков немножко. Там 43 тысячи подписчиков. И просмотров 43 миллиона. Там ответы такие. Я отвечаю студентам. И вы увидите, как мы живем. Деревню строим. Как ездили. Миссионерская поездка была. Мне Господь позволил 30... А Иуда это кто? Миссионерская поездка? Что это такое? Ну, для проповеди мои поехали. Иуда. Иуда предатель. Предал Христа. Один из апостолов. Их было 12. И один оказался неверный. За деньги продал. И потом пошел, задавился. Пошел в ад. Предателей нигде не любят. Понятно. А куда тело Иисуса... Вот вы когда заполните Игнатия Лапкина... Есть скайп такая система. По скайпу разговаривает. И вы на меня сразу выйдете. Игнатий Лапкин. Я один в интернете. И я вам все дам ресурсы. У нас сайт есть. Пору, мейл.ру. А можете сказать, куда тело Иисуса делать? Куда что? Тело Иисуса делать. Что? С Иисусом делать? Да. Тело Его. Тело вознес. Он умер. И воскрес на третий день. А на сороковой день после воскресения вознесся на небо. И говорит, как меня видели восходящим, в таком образе я приду на облаках. И будет страшный последний суд. Иисус Христос, Он умер за грехи людей. Он спаситель. Ни другого нет. Он один спаситель. Потому что Он умер за нас. И теперь Богу Отцу говорит, вот я умер за них. И Бог может простить. Бог просто так не прощает. Потому что у Бога другое свойство. Вот Адам с Евой согрешили. И уже прошло 7527 лет от Адама. 7527. Так что никаких стоянок, первобытных людей дальше этого нет. И умерло за это согрешение больше 100 миллиардов людей. И поэтому от смерти Христос спасает. А где Ева? Ну Ева, она считается, выведена была из преисподних мест, когда Христос сошел туда. Она тоже умерла. Жили люди, Адам жил 950 лет. В то время жили люди далеко. А между точным геронтологи, это такие о возрасте работают ученые, они говорят, человеке запас вполне на тысячу лет, но только никто столько не живет. Ну и все-таки есть люди, которые 100 лет доживают. Ну 100 лет-то это не тысяча. А потом мы умираем, а потом будет архангельская труба, и все воскреснут заново. Живые. А когда я буду жить? Как? Ну смотрите, вот умер, и потом снова дожить. Да. Вот все умирают. И умерло больше 100 миллиардов людей. И когда кончится все, а события в мире будут так развиваться сейчас. Вот внимательно слушай. Денежная система исчезнет. Людям чипы поставят. Чип на правую руку или на чело, на лоб. И там 666, три шестерки. Сатанинский знак. И будет одно государство в мире. Границ не будет. И столицей мира будет Иерусалим. Так, все, я отхожу. Прости, пожалуйста. Все. С Богом. Тащат куда-то, на небо или в ад. А кто сказал, что нас куда-то потащат? Господь, Христос сказал, кто будет верить и креститься, спасен будет. Он вам лично сказал? Вот оно у меня. То, что написано, это для всех. Почему для меня, для одного? А кто оно писал-то? Писали святые божьи человеки, будучи движимым и духом святым. Апостол Петр говорит об этом. Что такое апостол Петр? Откуда он что знает? Он со Христом ходил. Он со Христом ходил. Рыбак. А не задавал такие вопросы, что в Библии просто написали люди? Ну, если люди бы написали, не было бы пророчеств. Люди не знают, что завтра будет. Вот вы едете, вы не знаете, доедете до дома или нет. Конечно, я не знаю. Вся-то бывает. Да. А в Библии написано, через три тысячи лет вперед, что будет с именами. И что там написано? Я сомневаюсь, что там было что-то верно написано. Ну, я вам могу сказать. Вы только не... Что? Скажи мне, что будет... Я сейчас скажу вам. Только давайте договоримся, что вы не будете ругаться, материться. Я не ругаюсь. Хорошо. Дальше будет такое. Деньги полностью исчезнут. Конечно, исчезнут. Перейдут на электронные деньги, на криптовалюты. Никаких не будет. Это будет защипировано. Правая рука и лоб. Это сказано бы две тысячи лет назад. Ну, это да, защипировано. Вы спросили, я отвечаю. Вы высушите. Дальше. Границы исчезнут. Это не Шенгенская зона. И будет одно государство на всей земле со столицей в городе Иерусалиме. Все правильно. К этому идем. Только насчет Иерусалима я не знаю. Знать не надо. Это уже написано. И будет правитель из колена Данова. Они на 12 часей разбиты евреи. И будет царствовать 42 месяца. И что потом будет? Дальше затрубят труба архангельская. О чем пишет Лермонтов на смерть Пушкина. Есть божий суд на перстнике разбрата. Есть грозный судья. Он ждет. Он недоступен сбону злато и мысли. И дела он знает наперед. Ну, Лермонтов, скажу тебе, и Пушкин, да, жили еще при царе Горохе. И они не обладали такими научными знаниями, что можно было судить. Они просто тупо верили в такую же книжку с названием Библия. Значит, тупо, тупо. И Достоевский верил в это, тупо верил, да? Конечно, Достоевский верил. И лауреат Нобелевской премии, физиолог Иван Петрович. Еще и не простой, могу сказать, что из церкви водался. Потому что он понимал, что здесь что-то не то. Что здесь просто чистой воды надувательства всего человеческого общества путем этой религии. Ну, так, выслушайте внимательно. Я спрашиваю, физиолог Павлов Иван Петрович, лауреат Нобелевской премии, тоже ничего не понимал? Ньютон. Причем тут Павлов, это собак Павлова, что ли, которая, да? Что говорите? Которая инстинкты собачьи... Да, 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 да. Павлова, да. Ну и что он там говорил, я в этом просто не в курсе. Ну просто, как бы... Ну он сидит... Я хочу сказать по своей, что человек, по своей сущности, слабое существо земное, скажем, да? И он, как бы, в силу своей слабости и неразумности, он хватается за любую соломку, если его что-то жизни или здоровью близких угрожает. Ой-ой-ой, какими бастями питаетесь? Он начинает верить всякую чепуху, ну не то, что чепуху, а то, что ему преподносят, он это принимает за чистую монету. Вы примерно... Как с вами поднимаете? И начинает уповать... Ну у вас нет никаких оснований так говорить-то. Чисто поможет. Так, у вас нет оснований ни одного процента так говорить. Лауреаты Нобелевской премии сегодня, допустим, три тысячи, и из них только три неверующие. Это все от беды какой-то? Ваши лауреаты Нобелевской премии, это все тоже, как бы, фейк. Это еще нужно, как сказать, в этом убедиться. То, что они верующие, понимаете? А то, что церковь, церковь начинает подкупать тех атеистов, которые знаменитые, да, и дают им баснословные деньги, или что-то они на всеобщее, как сказать, обозрение сказали, что они верят в Бога, они бы за это большие деньги платят. То есть за то, чтобы верить, сказать, деньги платят? Прямо такими бастями, мужик, да ты еще в самом деле, в уме или нет? Конечно. Я даже могу привести пример. А если это, вы же знаете, такого ярого атеиста, как Левзорова. Ну и что? Вот. Ну и что, он сам про себя говорил, что ему церковники обещали баснословные деньги лишь только потому, что он откачет от своих атеистических взглядов и примет, как бы... Вы ему поверили, вы ему поверили, да? Вы ему поверили табакуру, богохульнику. В принципе, какой богохульнику? Ой, он... Все нормально, раскладывали, все по полочкам раскладывали. А у вас, у верующих, совершенно... А вы примерно... Слушайте, минутку, подождите. Упалаете на кого-то. Ну подождите вы басни своей. ...чего Библию писал, кому он писал, для чего он писал. Я, как здравомышленный человек, в принципе, да, могу, понимаю, что религия, как таково, вот это вот все вера мне, да, что написано в Библии, она общество, общество, как бы, толкает на созидание. Не убей, не укради, чтобы лишь бы в обществе хаоса не было. В этом, как бы, ее заслуга. Но мы живем уже не в 20-м даже веке... Скажите, пожалуйста, обождите, сколько христиан... Скажите, сколько христиан в мире? Сколько христиан в мире? Примерно. Постоянно толкает нас в какой-то среди вековье. Она тормозит. Сколько христиан в мире? Она тормозит. Она ничего не слышит. Не дает развиваться. Сколько христиан в мире, примерно, вы слышали хотя раз? Какая разница, не сколько христиан? Два миллиарда двести миллионов. Мусульман два миллиарда. Буддистов, которые в это верят, почти 2 миллиарда. Атеистов всего только 8%. Но преступление падает на них 99,9%. На кого? На безбожников, на 8%. Да наоборот, если он нормальный здравомышленный человек, воспитанный в хорошем, так сказать, обществе, наоборот, ему убить, и вот это всего для него, он другим человеческим качеством, как сказать, приемлемый. А вот именно то, веруя того же, взять Чаплин, это вообще зародит, якобы, что нужно половину человечества уничтожить на благо Господа. Это о чем говорит? А кто это говорит? Это кто уничтожает? Во время перестройки в Российской Федерации уничтожено младенцев, утробит 120 миллионов. А вы о чем говорите? Конечно, конечно. Все аборты безбожники делают. Понимаете, вот я вам что хочу сказать, как бы, просто вы мне попались, я с вами начал тут дискуссировать. В принципе, умные люди говорят, не нужно никогда спорить о политике и религии. Вот это вот нескончаемый спор. А не надо в религии. А я о религии не спорю никогда. Я говорю, мы знаем Христа, умершего до грехи людей, воскресшего. Мы Христа проповедуем. Не знаете, зачем проповедовать эту? Зачем население в... Так, ваше имя как звать? Как звать вас? Я его в средневековье... Не слышать еще. Ну, вы сейчас будете материться опять, не надо это. Да я не матерюсь. Да уже пошли, говорит. Как будто печка, блины уже пошли. Что не будет-то? Я хотел спросить, как ваше имя? Да зачем они? Мое имя Игнатий Лапкин из Барнаула. Я хотел перевести ваше имя, что оно из христианства. Александр Невзоров. А имя Александра, ты откуда взято? Из святцев. Идет 2019 год. От чего? От Рождества Христова. Послезавтра какой день будет? Воскресенье. Кто? Христос воскрес. Мы окружены христианским духом. Да это все навязано нам. Навязано. Руссия пригласила. Ой, мужик. Вы знаете что? Вы сами подумайте, почему вы бритые? Почему курите? Почему материтесь? Бога нет. Все разрешено. Узда сброшена. Жена Ленина, Крупская, говорила. У религии узда для масс. Ну, во-первых, то, что я куртку пострижен, это мне так удобно. Мне это нравится. На шампуне экономят, да? Вот. Так, давайте мы простимся. Я не хочу, чтобы вы заругались. Не надо это. Вы уже прямо на пороге стоите. Не надо, значит. Так, я повторяю. Мое имя Игнатий Лапкин. Вы меня, если пожелаете, найдете в скайпе. Я с этим именем один. Я могу скинуть... Да мне неинтересно. Но вы не знаете, интересно или нет. Я ввел занятия в пяти университетах, три радиопрограммы. Миллионам людей интересно, а вам не интересно. Что вы себя заранее ставите? Нет. Вот вы мне скажите такое, ответьте на мой вопрос. Когда Русь крестили при Владимире Князе, когда крещение Руси было... До этого у нас на Руси язычники были, правильно? Да. Почему во время крещения Руси он навязывал эту религию, заставлял людей отказываться им от Бога своего, с которым они, как так скажем, вырастили, и навязал им религию свою, какую он хотел, христианство? И почему он, люди согласны, он под флагом этого христианства вырезал просто, сжигал и вырезал население своей же страны? Так, дальше не надо уже. Пошла брехня сплошная. Что насильно, да, ни одного человека... Это истине не говорят. Что вы думаете-то? Я говорю, ни одного человека не тронул. Но стояли с мечом, они боялись его, приняли крещение. Девять миллионов сожгли. В стране-то 9 миллионов, только через 100 лет, может быть, было. А что вы плетете-то? 9 миллионов. Правильно, 100 лет и вырезали. За эти 100 лет вырезали русскоязычные из 9 миллионов, пока христианцы привили наши... Да не было этого, не было. Ну зачем врать-то? Зачем делали? Так, все, мужик, ты совсем ничего не знаешь. Зачем? Ты просто любишь побалакать. Ладно, до свидания. Мы пришли сюда, чтобы возвестить о великой любви Божией, что Иисус умер за грехи людей и воскрес для нашего оправдания, чтобы пришли с покаянием. А рулетка – это самое гнойное место, самое развратное во всем интернете. Самое подлое, лживое, блудливое все собралось здесь. И поэтому мы пришли, чтобы развеять этот мрак, где возможно. Вот для этого мы здесь и находимся. Здесь половина голые валяются мужчины, процентов 85 мусульмане. Вот если у вас есть какие-то вопросы, нужда в духовном разобрать, о душе, о вечности, то можем сказать, что верующий во Христа имеет жизнь вечную. Христос умер за нас, а неверующий пойдет преисподнюю в ад, в вечное озеро огня, где плащ искрежет зубов. А правдники уходят в рай, в Царство Небесное. Вот здесь мы и находимся. Ну, понял, бать. Ладно, здоровья тебе. Всего хорошего. Если вы хотите больше узнать, вы зайдите в скайпе Игнатий Лапкин, и там я покажу наши ресурсы богатые. Ютуб, форум, сайт, мейл.ру. Очень-очень богатые. Спасибо, бать. В скайп зайдите, Игнатий Лапкин, два слова, и вы сразу на меня выйдете. Я один с этой фамилией, именем. Хорошо. Во славу Божию. Всего доброго, Ага. Слава Христу.